Три с половиной года, последние три с половиной года, это и будут теми самыми днями, когда он откроется. А откроется он тогда, когда будет забран от земли, удерживающей до ныне. Первое. Удерживающий подразумевается как Дух Святой, так и сама Церковь, потому что мы осоляем своим поведением, своей жизнью этот мир. А раз мы уйдем отсюда, те, кто действительно жил и жил так, что он действительно осолял собой вокруг, то некому будет сдерживать зло, он уйдет вместе с Духом Святым, потому что так не вечно Духу моему пренебрегаемым быть человеками. Это первый момент. Поэтому сам обряд Пасхи, то есть двух видов Пасхи, доказывает нам, что вознесение может совершиться. То есть будет забран Дух Святой, вместе с ним и Церковь. Кто имел Духа Святого в себе и поступал, как говорит Господь, тот и пойдет с ним. Даже тот, кто тлел, если его можно было заметить в темноте, Бог его заберет. А тот, кто отсутствовал в данный момент на этом месте и занимался своими какими-то делами, ну, останется здесь. Апостол явно говорит, что тот, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Для этого нам нужно, значит, что? Постоянно светить, постоянно думать о том, как нам увеличить силу Духа Святого в себе. Как не оскверняться от мира, как очищаться, как освящаться. Вот над этими вопросами думать, потому что времени осталось очень мало. Если человек, который хочет жить по правде, об этом, кстати, Писание говорит, он всегда будет гоним. Всегда будет человек гоним, если он захочет жить по правде и желать делать добро, даже когда делают другие зло. Он всегда будет гоним. А это что означает? Если человек до Вознесения Ли или пришествия Иисуса Христа Ли во второй раз прилагает усилия над собой, старается делать все для того, чтобы угодить Богу, Зачем такого оставлять еще на дни скорби, чтобы он что, опять впал в беззаконие? Не потому ли написано, что если бы дни те не сократились, то не спаслась бы никакая душа? Субтитры создавал DimaTorzok